Привет! В этом эпизоде мы посмотрим, как при игре за Этерию вы можете дважды бросить метательные снаряды перед чарджем, используя обилку несокрушимость. Итак, юнит Этерия, у него есть обилка несокрушимость. Что она дает? На 30 секунд ваш отряд становится абсолютно непробиваемым по морали, то есть он будет драться и стоять в любой ситуации до последнего воина. Фишка состоит в том, что если вы активируете обилку несокрушимость прямо в момент чарджа, то ваша Этерия метнет оба метательных снаряда перед натиском, и это позволит ей аналогичную Этерию лоб-лоб выиграть. Сейчас с левой стороны Этерия просто идет в чардж, с правой стороны Этерия перед самым чарджем прожимает обилку несокрушимость. Посмотрите, что из этого получится. Итак, чардж пошел, обилка прокастовалась, первая металка, и сейчас справа полетит вторая. И оп! Влетает второй метательный снаряд, и сразу здесь 96, здесь 110 человек. Получается преимущество в 15 человек. Если мы ускоряем этот бой, мы увидим, что Этерия это дерется под несокрушимостью, получает баф, который называется охота за головами на 30 секунд, и довольно быстро Этерию, атаковавшую обычным способом, убивает. После проведения этого юнитеста у меня возник вопрос, может быть стоит включать несокрушимость не в начале боя, а в середине, таким образом проигрывающий отряд не убежит раньше времени с поля боя, потому что он будет несокрушим по морали, соответственно будет драться до последнего и так далее. Мы тоже решили это протестировать, и сейчас во втором столкновении вы посмотрите, к чему это приведет. Отряд слева включит несокрушимость после того, как потеряет половину людей примерно, отряд справа включит несокрушимость в момент чарджа. Слева от флажков вы увидите зеленую стрелочку вверх тогда, когда это произойдет. То есть вы сможете поймать сами в момент включения обилки. Первый обмен, обилка, вторые металки, остается 100 человек. В этот раз не так эффективно, но преимущество в 15 сохранилось. Смотрим за боем. Здесь 80, 75, очень быстро тает численность отряда. Также это можно смотреть по зеленой стрелочке над отрядом. Вот тут я включаю несокрушимость, но это оказывается слишком поздно. И Этерия, которая дважды швырнула металки перед атакой, доводит бой до победы. Было это очень интересно узнать, работает ли эта фишка при игре за другие отряды. Можно ли так с помощью несокрушимости за другие отряды, или с помощью других обилок за другие отряды. Швырять металки дважды, но пока что за Этерию это точно работает, и это точно очень эффективно. На этом все. Спасибо.